Песня 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 как видим, истолкование блаженных Эфилактов, было сохранено вплоть до XI века. Хотим ли мы быть в числе слушателей этого чудного истолкователя из Болгарии, дивного грека Елена по рождению, с большой душой христианина? Своим толкованием он убеждает нас принять в свои сердца и дома чистое евангельское учение. И авторов этого Евангелия, святых апостолов, нужно перебороть себя, провести полную ревизию в отношении своей веры. Обратившиеся от чародейства сожгли все свои учебники и книги, приобретенные ими за большую цену, Деяние 19.19. Кто не имел встречи со Христом и с апостолами? Кто не обратился прямо по Евангелию ко Христу? Да попросит Бога дать ему решимость сжечь в душе своей и разуме все, что не сходится с Библией. Невозрожденные пастыри в подавляющем большинстве рассеивают не свет Евангелия, а самый настоящий мрак. Они установили не авторитет Библии и святых апостолов, а свой личный греховный. Знание Священного Писания, Святого Евангелия, не требует длительных путешествий и даже, более того, удержит тебя от поиска чудес и сверхсомнительных мироточений, слеза и кровоточений, чего бы то ни было. Знание Евангелия и дружба с апостолами прямым путем выводит человека в фаворский свет Христа. Знание Евангелия – это конец блужданий, конец рабского греху. Человек не будет искать святые места, без пользы тратит время и деньги, но он склонится у ног Иисуса, будет вникать в каждое слово Священного Писания. Бог наполнит его душу благомыслием и спокойствием. Деяние 17.11 «Здешние были благомыслине фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Если человек не будет слушать, что написано в Новом Завете, в Евангелии, святыми апостолами, а будет предпочитать другие наставления и иную литературу, то он в конце жизни и на страшном суде окажется с теми, кому обращена речь апостола Павла, чудного проповедника Евангелия. Евангелия Деяния, 28 глава, с 25 по 29 стихи. Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. Хорошо, Дух Святый, сказал Отцам нашим через пророка Исаию. Пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубило сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули. Да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам. Они его услышат. Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою. Ну, сразу, применяю к нашим днём. Как это? Задача в этом и состоит. Как это событие из жизни Христа повлияло на наше спасение? Какой вывод можем сделать? Или просто событие было, осёл умер ковром, это ослица сдохла. Далой этот эпизод из жизни Христа. Ну, евреи считают их язык божественным. А языки мира остальные. Язык еленов, языки варваров, другие. А те их так считали. Но в Слове Божьем пророчество есть. Господь сказал, я, Бог, бодрствую над Словом Моим. Я Его охраняю. Сколько было правителей? В Египте, называйте, каких вы знаете? Кроме Рамзеса-то никого и назвать не могут. Я буду говорить сейчас о государстве Персия, но называйте кого? Миния. О котором мировые государства в числе пяти, которые Даниил видел, даже назвать не могут. А на чем они ездили дальше? Да кто его знает? Ну, еще там у Лермонта, там про карагеза выдуманного можно вычитать. Ну, а вот их какие были. Буцепал, все на этом кончилось. Юлия Цезарь, какой Юлия Александровна Македонского, у кого он им был? Ну, и было, и что? Был, да сдох. Вывод это никакого нет, никто не делает. Во всей мировой истории не сохранилось с тех времен упоминания, кто на чем ездил. Вот он простой. По сегодняшнюю, чтобы сказать, приехал на велосипеде. По-другому никак, Юлия, только на сапокате. Ниже уже некуда, и дальше только пешком идти надо. А здесь упоминается и причина какая. А вот если бы Христос приехал на лошади, это не Христос обманщик. Вот что заключалось. Это пророчество. Христа предал Иуда за 30 серебряньков. Я пояснял. А если бы дали 35, евреи, хоть и жадные, но могли дать. Но в этот момент Бог затмил им глаза. И они не могли дать. 29, это не Христос. Он паспорт и входит дверью. А дверью есть священное писание. В двери, на двери, поза двери, нигде не написано ничего, кроме Библии. И поэтому попытки что-то исправить, подделаться под Христа, никому не удаются. У него ничего не сходится. Это невозможно. Ивана Петровича Панина, кто это считал, слышали? 50 лет отдал он исследование Библии. Это во втором томе открытым оком написано. Когда он в еврейском языке, в еврейском оригинале, начинает считать, сколько имен упоминается там-то. 7. 77. Везде на семерку делится. 14, 21, 7, 3, 2, умножай где-то. Женских имен. У каждой буквы свое значение. Если буквы сложить, делится на 7. То есть составить сегодня компьютер, самый мощный, не может такого. Вот я сейчас говорю слово, и в конце поставить точку. Сколько было слов, которые глаголы, существительные, подлежащие предлоги. Все делится на семерку. Но имя Иисуса на семерку не делится. Почему? Одного не хватает. И вдруг в откровении, спустя уже в другом, кажется, столетии, появляется это слово. Теперь делится на семерку. То есть шифр, зашифрованность, двинуть нельзя никак. Вот второй том, откройте, там, о Библии говорится. Это ученый русский в Америке был. 50 лет этим занимался. И он уберет, допустим, один маленький отрывок, ну, перехоп Амония. И по одному сколько существительных семерка делится. Сколько таких предложений семерка. Все на семерку. И таких вот что? Около 18 параметров. Букв гласных, согласных. И все делится на семерку. Сегодня нельзя это составить. Никак. Это невозможно. Не хватает, то больше будет. И до потери одной буквы меняет структуру Писания. Одну букву. Почему Христос говорит, дороже неба и земли, а на йоты. Он мог приехать на коне, на лошаке, на муле. Но этого не было. Именно на ослет говорится. Ослица объезженная, послушная, непослушная, прямо еврейский народ. А обуздать, обучить, ну, коня или осла, это непросто. Вот я смотрел, как тут, его сверху ловят петлей. Вот это, которое здесь, коровники. Туда загнали лошадей, там лошадей выпускают, а он, наконец, один остается. И, наконец, петлей держат его или валят. Со всех сторон мужики запрягают его. Дальше он прет, он не понимает, что. И куда прет? Похота где, в похоту. Чтобы проваливались колеса, было трудно. А он бешеный, зато он смиряет его. Что встать, в голову поднимает кверху, не пить, не есть, не давить, не два. И он снег. Теперь снова его запрягают. Вот так Бог обуздывает тех, которые к нему приходят. Я не знал Бога. И вдруг обращаются. Гнал, давил. Сам, и вдруг, павел, склонился. Что повелишь, Господи? Иди в Дамаск. Я тебя повелю там. Сколько тебе надлежит пострадать? Да я буду страдать, да я наоборот других. Ничего уже он не скажет этого. Ни о каких средствах передвижения, которые бы исследовали. Во всей мировой литературе нигде нету. Только Евангелие. Все языки, какие бы ни были, они трансформируются. Они изменяются. Возьмите язык Державина и язык Пушкина. Это рядом. Почему Пушкин говорит, старик Державин нас заметил и в гроб ходя благословил. Рядом. Язык Ломоносова, Суворокова. И посмотрите, идет Лермонтов. Ну там все рядом. Как будто бы это две страны какие-то. Совершенно другой стиль. Произношение. Что это случилось? По сегодняшний день говорят, это язык Библии сохранена. Она не была переведена. Она в 1876 только будет переведена. А Петр Петр в 1799. Ну, рядом. Пушкин родился в этом году. Но оно рядом да не то. У евреев тоже ассимиляция по разным народам. Со своими наречьями. Ну, изменяют. Я вот скажу. Знаете, на улице какая погода? Такая падера. А что это такое? Вы даже не знаете. А вы местная. А этот щелдон любой знает. А что такое щелдон? Вот это варнак такой. А что такое варнак? Вот иди у матери спроси. Она щебарничает в пути. А ты на каком языке разговариваешься? Я щебарничает. Не знаю в пути. Не знаю. А это все местное наречие. И евреи единственная нация в мире, которая искусственно вернула язык к своему началу. Все нации приказали. Ну, приказы и говорит тебе сейчас. Литература не получится. Чокать будешь. А что там? А что там нет нигде в литературе. Это наше место. Чтобы нас определили, говорит. И на переправе таковали. У евреев это было. И они вернули. И вот. Лама Савахфани. А что это такое? А почему не перевели? Талифакуми. В Библии написано. А почему не переведено? А дальше дается перевод. Показывает язык. На русском языке нигде нет. А говорят, были родноверы. Там русичи у них было. Было? Покажите где. На березке написано. Что написано? Кто кому должен? Главное. Это долговые записки глиняные. Которые в России были. Десять тысяч записок нашли. И все об одном. Кто кому должен? Здесь говорится. Что Бог должен людям. Бог, блаженствующий над словом, обещал. И исполнил. А теперь что мы должны делать? Мы должны Богу. Тоже указано. И все это указано было. На еврейском языке написали. На греческом. Вот что мы имеем. Мысленно переносять в тот период времени. Он сначала сел на ослицу. То есть апостол погибшим в обстанной Израиле. А она ослица означает. Они уже знали Иго Божественного и Иеговы. Они знали. А народноязычки не знали. Теперь пересел. Как его обучать? Как русский народ привести к этому? Князь Владимир говорит. Кто не со мной, тот мне не друг. Я говорю, неправда. Он не мог так сказать. На иконах изображено с мечом боя стоит крещение. Зачем боя нет? А теперь прямо говорят. В оригинале было написано. Кто мне не друг, тот мне враг. А враг ему что? У Соломона было тысячу жен. С наложницами. А у князя Владимира две тысячи. Да еще Урополка отнял жену. А самого убил родного брата. Но две тысячи одна теперь будет у него. Они ни при чем не останавливались. И вдруг радость, веселье, пить и на луси. И вдруг еще нет. Владимир Красное Солнышко. Характер полностью изменился. На другом не будем говорить. Он перестал мстить. Жен отпустил. Да это невозможно. Возможно. Насильственное было крещение. Да. Никакого убеждения не было. Людям сказано было этого Перуна выбросить. А его внизу поймали. Опять усыновили. Поклоняются. Еще с ними делали ничего. Когда индейцы под оружием приняли католичество. А потом сказали. Они вернулись своим богам. Сразу послали карательную операцию. Истребили всех до одного. Православие так не наслаждалось. Догнали. Додавили старообрядцы. Все такое. Но вот так, чтобы полностью все под корня не было. И вот это мы все отсюда имеем. Что означает язык? Язык евреев. Если он похожий на первый, то примерно на этом языке говорил Адам. Похожее, близкое к этому. Все больше нет. А сколько языков? Две тысячи восемьсот девяносто шесть. Известно. Встречается еще и новое. Две тысячи восемьсот девяносто шесть. Запишите вверх. А насколько Библия переведена? Более, чем на две тысячи уже языков. Не Библия, а Новый Завет частично отдельно Евангелие. Это все мы имеем отсюда. Сесарь твой грядет. Кроткий. Кроткий. Это указанное. Вы знаете, кто написал? Иуда Бенгоф. Кто написал? Там Льюис, генерал. И он пишет там. Одна думала, что мы принято Христа. Но когда увидели, что он на осленке бежает, мы поняли, это не вояка. Мы проиграли. Мы не на того поставили. А он кроткий. Кроткий. И поэтому на осленке. Это все в этом маленьком отрывке. Это я должен быть кроткий. Не задаваться, не подниматься. Перед Богом смиряющим все это. И Бог нас смиряет так, как мы не знаем. Ничем. Немножко заденет, и ничего дальше нету. И опять Господи, помоги. Все. Шестого по девятой стихи. Ученики пошли, поступили так, как повелел Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои. И он сел поверх их. Множество же народа постелали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постелали по дороге. Народ же предшествовавший и сопровождавший восклицал. «Осанна сыну Давидову, благословен грядущего имя Господня. Осанна вышних». Толкование. Лука и Марк говорят только о жеребенке. А Матфей об ослице и жеребенке. Но они не противоречат друг другу, потому что, когда повели осленка, за ним последовала и мать его. Иисус воссел на них, то есть не на двух подъяренных, но на одежде. Или прежде он сидел на ослице, потом на жеребенке, так как он остановился прежде в синагоге иудейской, а потом перешел к язычникам. По сказанию Писания, расстилание одежд служит выражением чести, а ношением ветвей, признаком торжества. «А ты в таинственном смысле пойми из этого, что Господь воссел, когда апостолы подослали ему одежды свои, то есть свои добродетели. Ибо если душа не украшена добродетелями, то Господь не восседает на ней. Предшествовавшие суть пророки, живущие прежде в воплощении Христова, а сопровождавшие, явившиеся после того мученики и преподобные учителя, которые подстилают свою одежду Христу, то есть плоть покоряют духу, ибо одежда и покров души есть тело. Если кто не растелит плоти своей, то есть не смирит ее во Христе, который есть путь и жизнь, если кто не пребывает в нем постоянно, уклоняясь от всякой ереси и неправды, то Господь не воссядет на нем. Асанна, по словам некоторых, означает песнь или псалом, а по мнению других, что и вернее, «Спаси нас, сын и Давидов, грядущий свыше во имя Господне». «Грядущим называется Господь, потому что евреи ожидали Его пришествия». Так говорит и Иоанн. «Ты ли, если грядущий, то есть тот ли ты, пришествие которого ожидает, или грядущим называется Господь, потому что ежедневно ожидается Его Второе пришествие? Посему каждому из нас должно всегда ожидать кончины жизни своей, и пришествие Господне, и готовиться к тому». Ну, по активе не участвуйте. Вот одежду взял, постелил, это знак чести. Сегодня вербочки рвут, это событие верное. У них это называли себе эти ваи, дерево ваи. Ну, пальмовое возьмем, понятие было. Ну и что? А почему одежду не постелают? Вербочками заменили, потому что ничто не светет, а верба рано расцветает, и вербочки, вербочки продают. Бизнес устроили. Ну, если это никакого значения не имеет, ничего не изменяет, зачем деревья портите? Это напоминание. Но напоминание должно базироваться точно, абсолютным прочности, фундаментом изменения чего-то. Если этого нет, нет труда над собой, ты можешь весь лес перетаскать себе домой, и ничего не изменится. Как на день троицы. Все травой завалят, можно каждому прокормить зиму. Ну, сэр, ты-то видели, сколько осталось? Так, что означает одежда? Почему не говорит Блаженный Афилак? Не знаю. Постелание одежды оказывает честь. В какой мере? Я напомню одно событие, которое пояснит, что я хотел сказать. Два царя, иудейский, и израильский, сговорились вместе воевать против врагов Агалацкого. По карте посмотрели, ну, это же наш Крым-то. Ну, Крым, ну аж Хрущев по дурости своей оттяпал его к Украине. Украина-то, когда вошла в Советский Союз, сегодня ни Харькова, ни Одессы не было, Донбасса не было. Это ей Советский Союз дал. Ей что, хорохорится-то? Половину не было городов-то. Откуда они взяли теперь за свое борется-то? Советскую власть не навеют, а Советской власти подарки из рук не вырвешь. Но, и вот, сидят твои начальники, рассуждают, да, дело-то швах. Совсем забыли Бога и Его. А что делать? Ну, что сделать? Царь у него. Ты поешь против? Да нет. А то как? Да ну, поем, как Гитлер. Покушение было 20-го против него. Ну и что? Ну, то, что всех перевешивал генералов-то. Около 2000 человек повесили, а он живой остался. Вот один уже с Муссолини встречался. Ну, а что делать? Не знаю как. И вдруг заходит какой-то человек непонятно. Это кто? Он зашел. Ты иди. Кто? Один из нас. Ягин тоже среди них. Ты иди. Он вышел. Звать его было И-И-Уй. Его еще никто не знал. Он одинаковый такой же генерал. Он только вышел за дверью. Он вытаскивает у себя масло, елей, и выливает ему на голову. Тут утирается масло, тещет, одежда. Ты что делаешь? Тебя, царь, Бог провозносил царем, отомститель всем. Меня? И как рванулся в дверь, ломанулся и бежать. Этот заходит весь в масле. А что он тебя вызывал-то? Остальные генералы. Ну что вы этого не знаете, что ли? Бесноватые ходят. Там масло всего маслом. Говорят, ты будешь царь. И всем на сердце, ты царь. И они мгновенно скорее с себя одежды сняли и подним подстелили. То есть одежда это означает я. Тело это душа, а одежда это тело. Тело наше одевает душу. Мы душу-то не видим, а тело видим. Мы видим по одежке встречаем-то. И все правозасили. И он царь, а у него ничего нет. Он царь. Так, кто со мной? Все до одного. Ринулся. Все. Обоев царя навел. Обоев убил сразу. У одного 70 сыновей. Он пришел, не убивал ничего сразу. Так, у вас сыновья. Выставляйте любого. Царские сыновья. Выставляйте. Кто со мной воевать будет? Емлихи ухаживают. Они все завопили. Да ты что? Два царя могучих таких и обоих вали. Да кто? Значит, вы за меня? Завтра же балову принесите мне их. 70 голов. И они принесли, в две груны наложили. Дети играли, бегали, там, баловались. И вдруг подходят, слуги хватают. Да я царь, да я скажу папе, нету твоего папы. Папа твой мертвый. Другой, да я скажу такому генералу, да генерал этот и послал Июль. То есть я представляю, как обстановка складывалась. Все, 70 голов корзинами принесли, положили к ногам. Все кончилось. Постилая одежда означает признание владычества, не просто честь, а признание полного владычества, полной подчиненности. Июль, команды нами. Июль ходил, знаете как, нет, ну как Петер Пелый, наверное. Смотри внимательно. Проспишь, Старство Небесное. Вот у нас ловят тех, которые в окно. Я в окно вижу, кто как ходит. Другой идет. Ну, разница есть. Те Тони, у нас, которые дом покупали, умерла в охлажданной. Она была подпольной, тихо. И вот у хозяйки вот мы были, а у них наставник там, Степан. И вот одна подходит, с хозяйкой, Степан, почему у меня ничего не получается, вот, а вот условия, у них как-то все ладится. Да ты, ага, петер вообще, не послушная будет. Дойдем там, это что стоит, пешка, ну что, я не знаю, пешка русская. Ну ты дойди обратно. Ну что, ходи, народ сидит, еще маленькая девчонка, что ли. Ведь так же ответишь-то. Ну дойди до пешки и обратно. Ну я же сказал, он еще смеется там надо мной, у меня в гостях, ну дойди, ну трудно ли. Третий раз пошла. Все, я ковыряла. Ну матушка, садись. Все вот так. Стой, подойди сюда. Ты пешку видишь? Да, наставник. А ну-ка, дадеду, дай обратно. Слушай, наставник, много операцийса есть. Есть, вот поэтому. И когда там со стены смотрели, кто-то идет, войска, кто идет, не знает, далеко. Бинокли не изобрели, мобильный телефон дома оставили. Но, говорит, идет стремительно. У него вот, так ходит только Юль. Это он идет. Указание дай нам наверное два царя долой. Подколем все вырубил. И Бог ему дает обещание пророческое. Ты выполнил мой план Божий. Бог избирать кто ходит стремительно. А не так, что я захожу в дверь, мне сегодня пришлось, несу три коробочки, баночки кошкам. И бутылка, Один из наших открывает стол. Ну что стоишь, на разме не могу дверь открыть-то? Он не может никак. Он стремительно подхватил, схватил, все готово дело. Не успевает ничего. Рохля. Рохля. А другой сразу, где что-ли видит, вот сейчас едет, видит, ограда упала. Туда, сюда развалилась. Он велосипед свой долой, скорее давай мы про эту ограду увидели, как ограда уже стоит. Стремительно. Вы возьмите для себя это иуи. Вначале из-за чего из-за одежды посылали. Понятно? Стремительность, быстрота действия одобряется везде, кроме в одном месте. Только не торопись в двух местах фактически. Это молитва и чтение Слова Божия. Вот там я сакономил, время сжал, теперь я встал пораньше, теперь считаю Слово Божие, молюсь поклонно. Вот тут торопиться не надо. Не так, как считают некоторые. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Кто тебя так учил считать? Есть? Некоторые у нас считают уже нормально. Господи помилуй, Господи помилуй. А почему он так считает? Потому что со мной рядом был. Игорь Добунов так считает с растяжкой, что хоть маленько задумывается об одном грехе. Батюшка, там прямо видно в алтаре не может. Да как так считать? Я первый раз приехал Сергеев Пассат, тогда Загорск назывался. Ну и показали парню одного говорит, он вот так, Господи помилуй, считает. На одно дыхание. Вот так вот сначала. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Пузырь-то бывает? Пузырь-то это в семинарии. За одно, на одном дыхание. Кому нужно? Высший пилотаж считается. Вот высший пилотаж это плоть свою, одежду, души постилать перед Христом. А осел-то разгордился. Я сегодня был в Иерусалиме, ой, мне там святыки дали одежду, но какой-то дядька сел на меня, на спину даже ничего не упало. Когда говорят похвалу, так это не нам. Если ты во имя Христа это делал, это похвала Христу. Одежда Христу постилается, а осел-то мог думать-то. Вот отдал эти святы. Архиерей, когда приезжает, воровлю было, Гедеон, Докукин, платочки бросает, он где наступил, нога-то пыльная, теперь этим платочком там утирается, у меня сын запился, я ему дам утереться-то. Ну, я говорю, еще пьет, пьет, но он как-то не подействовал благодать от подошвы архиерея, от подошвы осла. Он копытом наступал на этот платочек. Ну, маленько, с того времени перенеси на сегодня и ты увидишь, какая картина откроется. Это мы, ослы, тут прямо говорится, язычники. Я говорю, ты знаешь, я такой крутой, да тот, другой был, был, был. Ослиное пение переведи в ангельское. Тут самое маленькое замечание сделаешь, сразу ход сбавляет от тебя, отстает человек и обернусь уже далеко стоит, что? Не знаю, ты наоборот уцепился, меня обречают, да я тебя люблю, ухвачусь, рядом буду идти, может еще что скажешь, чтобы исправиться-то. Ну, одно маленькое слово замечание только сделал и по делу, по делу. И сказать-то нельзя. Вот у каждого народа свои какие-то обычаи особые. Вот у Японии интересные обычаи. хозяин должен соглашаться с гостем во всем. С гостем со всем. Но в одной вещи он не согласится. Вот это уже принято. Все соглашается. А потом, да, дети-то у тебя какие, послушай, ой, нет, вы ошиблись. Они такие бывают, это при людях они такие, а бывает так, и даже дерутся между собой. Да, нет, он не соглашается. Хотя этого нет, ну, видимо, не принято, чтобы ребенок не возгордился. А у нас это высшая похвала при родителе похвалили его осла. Ну, и жай на нем, он сбросит тебя, он дикой, послал. А почему я вообще крайний, а кто меня заложил? Вспомни, бешу, не кетину. Одни слова. Блатной осел-то. Пошел? Десятый, одиннадцатый стихи. И когда вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил, кто сей? Народ же говорил, сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского. Толкование. Народ бесхитростный и простой не завидовал Христу, но и не имел об нем надлежащего понятия, почему и называл его пророком. Но так, как он произносит слово, пророк с артиклем, то можно думать, что он разумел в нем ожидаемого пророка, то есть того, о котором Моисей сказал, как меня, пророка, вам воздвигнет Господь Бог. Он не сказал просто без артикля пророк, но с артиклем, то есть именно ожидаемый пророк. Все, толкования терпения. что вы получите, то есть? Вопрос какой-то? Ну мы маленько разбавли размышления, как понятнее нам, чтобы заговорило на сегодняшнем уровне. Это другая эпоха, другие люди, другая нация, но Дух Святой разбавляет это, чтобы было понятно. И как поступить? Народ простой. Ведь подчеркивается, народ бесхитростный был. Еще дальше. Этот народ будет кричать раз в три его через один, два, два. Все. Оправдания ему не будет. Вот дальше считали, Асана сына Давидова. Асана. Перевод дается. Асана просто. Свыше. Просто, чтобы понятно. Асана вышли. Спасение приходит сверху. Не от вождей. На человека, кто надеется. А вот теперь у нас такой президент. Теперь все это выправим. Теперь нас будут бояться уважать. Написано, проклят, кто надеется на человека. Проклят. Зачем ты проклятие ищешь на себе? Человек это временное создание. И он слаб. И он на добром деле может потерять все. Кто знает, что такое Шитик? Вот у нас Шитика в Вале. Шитик. Это фамилия от чего-то взята. Ну вы знаете, профессор Кораблина. От какого слова происходит? Корабль. Есть такое фамилия Лодочкин. От чего? Под лодки. Есть маленький такой баркас. Баркаса фамилия есть. Шитик называется. Шитик. Шитик на нем плавал или был хозяином этого Шитика. Когда давали фамилии, его назвали от этого Попов, Кузнецов. Фамилии давали на чего-то. Идет сын, кто вдовин, а у меня отца нет. Давай вдовин запишем. Все, вдовин и поколения пошли. Вдовин, Марков, Курицын. А что, кроме Курицын еще не держит? Тех коров порезал. Все тебе, Абба. Курицын ты теперь и будешь. И дети твои Курицыны будут. Угрец Цыпляткины. Вот к нам Володя приезжает Пенкин. Пенкин. Это вообще здорово. Пенка там на молоке. Вот где-то она была. А я им пешку делал. Фамилия Колбаскины. Это я не выдумаю, я хорошо знаю, притом люди хорошие. Ну а какие были предки, неизвестно. Вот Попов, Протопопов, Дьяконов. Вы знаете, фамилии эти есть. Почему? Дьяконов сын у него, отец был дьякон. Вот так. А это чей Марин. Одна вдова Марин. Иванов. Иванов много. Иванов много было и фамилии много. Почему нету нигде Алфимова? Мало Алфимова, если ошибка произошла. У нас Людмила Степановна Алфимова. Ну маленько во все это вне и посмотри, как это касается на сегодняшний день. И тогда как Серафим Саровский говорит, что ум твой плавал в Евангелии. Что бы ты ни прочитал, понимаешь, ко мне, ко мне. Просто Аллилуйя, куда я не гляну, все ко мне. Вот тогда Писание заговорит. Оно живо и действенно. И действует до разделения души и духа, составов и мозгов. Мозги судит, переворачивает и судит помышлением, мерение сердечное. Вы знаете, бывает иногда нечистая сила где-то и начинает колотить, и кто это делает все? Барабашки какие-то. Откуда фамилия эта? У кого-то кто-то стучал, может быть, это барабашка. Барабаш, все, пошло. Да он верующий будет. Отстать на это. Нам сказано было, еще заметите в человеке, Каблучкин, под Каблучкин есть. Князь был блудов. Блудов. Распутин. Ну Распутин, понятно, распутство, но если Распутин, дорога разветвляется. На Распуте стал человек, не знает, куда пойти. Налево пойдешь, туда попадешь, направо пойдешь, милиция захватит, прямо пойдешь, попадешь в еретики, куда идти. Но если Распутин, человек раздумает, не то, что Распутин распутство. И он попросил царя, папа, Сави Николая Второму, фамилию бы мне заменить. Описывает, как это было. Да фамилию я не могу менять, хоть и царь. А кто? Ну это Дума должна решить и вопрос. Ну как это вы сделаете? Обвиняют меня, что я бабник, распутный. А можно подставить что-то по милию? Вот это можно. А какую? А как бы ты хотел, Гриша? Ну новый. Так и вышло. Распутин новый. И везде Распутин дефис новый. Гриша Распутин. И сын новый, везде теперь у него стоит. Понимаете, как это все происходит-то? Так оно все это интересно. Вот я говорил у нас фамилию Лапкина. Какая лапка? Лапка-то маленькая лапа. Но лапка мы не говорим. У коровы лапка. Нет. Какой это? Нога. У собаки не лапка. Лапка какая? Тут следы птичьи лапки. Это мне тетка Настасья рассказала. И дед, когда фамилии давали, он был писать. Писал каллиграфически. А таких людей говорили только на деньгах расписываться. На деньгах была подпись главного банкира страны. На всех деньгах она отпечатывалась и так подпись была. Люди приходили к нему с жалобами и он писал, его высчитывали. Знали каллиграфию. Это кто? Да вот такой это брал. А кто? Да Диффа. Ну его начали прижимать. Он писал ногой. Ногой возьмет. Ртом пишет люди, рисуют. парализованные конописи знакомые. Его лапкой прозвали. Когда фамилию давали, это лапка идет. Лапкин так и пошло. Лапка никакого отношения не имеет. Совершенно. Ну прозвище получено, от прозвища наша фамилия пошла. Вот так. А Устина это Устина это Устинья и Устин фамилия. У нас тут был Дмитрий Устинович Устин. Фамилия дается по родителям. И все. Ничего в ней не заключается. Все. Колеса еще обращают. Или колеса делала где-то. Или карензин еще попала. Колеса как далее. Все ходы пошло. 12-13 стихи. И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме. И опрокинул столы миновщиков из камней продающих голубей. И говорил им написано дом мой дом молитвы наречется. А вы сделали его веке вам разбойников. Толкование. Как владыка дома то есть храма он выгнал из него торгующих показываясь им что все принадлежащее отцу принадлежит и ему. Сделал он это и потому что имел попечение благолетия храма и хотел показать отменение жертв так как изгнавшего лов и голубей он этим предсказал что нет более нужды в жертвоприношении или заклании животных но нужна молитва ибо вертепах разбойничек совершается убийство и кровопролитие или он назвал храм вертепом разбойников потому что в нем были корчевники продающие и покупающие так как любостяжательность есть страсть разбойническая смотри и ты чтобы храма божия то есть своего сердца не сделать вертепом разбойников то есть жилищем демонов а оно сделается вертепом если мы будем иметь помыслы о продаже и купле и если будем сребролюбивы до такой степени что будем заботиться и о самой самой малой монете мы сами себя обратим вертеп разбойников если будем продавать и терять голубей то есть не сохраним себе даров духовных ну видите как у евреев было что-то об этом напоминало дары духовные голуби было так я попрошу брата Степана пройти всем и предложить голубины крылышки очень удобно смазывать ими пройди всем предлож на память папа можно взять он меня поможет возьми у вас нет ни у кого видите это чистая это не пропащая заколотая чистая самая чистая птица из всех какие есть на земле это вам будет напоминать о чем говорится голубь напоминает о дарах духа святого смотри как раз к месту все это ну пройди по всем кто сидит смотри вот тут подай бабе дай дяде дай сколько раз христос выгонял из храма кто знает первый раз он как сказал под под можно брать я сказал по два возьми по два возьми пройди дальше по два можете брать это чисто ничего тут нет кроме напоминания берите первый раз это написано у матфея вторая глава он вошел и выгнал и говорит дом мы домом торговли сделали вот христос идет поднимается по ступеням еще никто не знает все нормально тихо установлено продавцы сидят покупают продают такое такое умиротворение ну по два возьмите кто по нам взял пройди еще другим дай вот христос отворяет двери уже зашел в храм все еще тишина вот благолепие тишина кротость воздержание все есть а в глазах господа ничего нет этого он видит базар он видит дом торговли дом торговли что это такое а это храм дом мой мой дом мой вы в мой дом залезли да нет это не ваш дом только мы строили не ваш если меня здесь нету это обыкновенное здание вы обманщики будете имени моим будете прицать а меня здесь нету понятно так а вы его теперь вы его сделали чем я то дал вам дом благословили его осветил а вы что сделали храмом называется тело человеческое вот я разговаривал у меня очень большие связи с разными людьми богатые знатные до губернаторов я говорю ну и как ваша семейная жизнь да все так хорошо ну с женой никак все на команду своя Раиса Максимовна он шаг без него Михаил Сергеевич не шаг ведет пока не посоветуется она ведет про про Наину не говорили у этого у Ельцина не говорили про Нину Петровну Хрущева не говорили а про эту говорили может хорошо может плохо но жена должна знать свое место определенное а как ну как написано да и глава она тело ага я тело значит я шея шея а голова поворачивается куда шея хочет ну помните греческая свадьба большая так а шея это кто указание дает куда поворачивается это голова и дает ты не повернешься сидеть думать не буду ты вот это все когда увидишь во что превратился этот дом торговли это дом мой над ним никто не хозяин и когда Господь выгнал то на следующий день они пришли к нему вот называется он выгнал в понедельник на страстной седмице вертеп и понедельник называется уже назвал вертеп разбойников опрокинул выгнал плетью никого не трогал только торгашей насколько они Богом противны и в каждом храме по несколько киосков комки и поэтому храм этот уже не дом мой не храм покрова Богородицы а комок во имя покрова Богородицы не Александрнецкий собор а комок под собором название да Господь дом мой вы его сделали переделали теперь там дом торговли или у тех разбойников толковать нечего он порол у меня была старая такая веревка канат из школы ну тут ну примерно вот такой толщины вот ну она раскрипалась я ее взял и изрезал маленькими такими кусочками и в понедельник пришел в храм завернул бумагу и вот писал ждите Христа он придет вас выгодит и продавцам всем-всем подарил эти обрывки веревки он будет пороть у вас тельняшка на спине будет настоятелю побежали сразу жаловаться Игнатий выгоняет из храма у нас некоторые вышли не стали торговать а на высоту про ледающих и покупающих изгнал покупающие все туда да я свечки про свечки слова нет про баранов балов было голубей было они торговали тем что положено свиней там не продавали не продавали колбасу они торговали то что в жертву приносить но усыновили пролоббировали свой интерес овечка стоила 10 рублей а они за нее брали в 13 раз больше 130 130 и поставили закон согласно закону мы ставим бирку а ты принес а у меня своих овечек много не имеешь права ты можешь давать милостой а в храм придешь там не с пустыми руками надо провести было пролоббировать интерес хороший счетчик а мы скажем заменить на новое и ты будешь платить новый счетчик ставить теперь то есть это все тогда было это лоббировать то есть продвигать чужие интересы депутаты главное взятки сегодня взятка одна была здесь 500 миллионов да невероятно это не может быть может быть там выгода была 100 миллиардов стоило подкупить всех депутатов проголосуйте они проголосовали все теперь на столбы вешайте коробочки эти будете делать это лоббирует интересы хорошие счетчики все бабка не может бабки они не нужны сделаем вот это тогда было они пролоббировали интерес церковников и они торговали Христос изгнал второй раз это вертеп разбойников бандиты грабители народные сидят там свечки свечки только заканчивается богослужение батюшка выходит и не забывайте поминать своих родных близких и свечки покупайте идут на исповедь священник не берет деньги а как они сделали подходить со свечкой на исповедь идет свечку положи а я там в храме мы работали там дворниками они вот такими большими корзинами полные набьют и сразу на перепродажу и вот сколько там есть она отдельно у нее стоит и она теперь деньги дает то есть отмывание денег а там в храме все делается Покровский собор города Бриналу Алтайский край Российская Федерация преднастоятеля отца Николая Войтовича Николая Павловича какие тебе даны давать я видел и сколько еще раз а там зажигать не надо прийти и положить не зажигать я тебе свечки снова в кассу а теперь все это отоварено уже по трижды вертеп разбойников они сидят в вертепе вертеп это не жилище это не дом даже это вертеп пираты захватили корабль не крестят за все берут деньги патриарх сказал не брать это симония это патриарх сказал на епархиальном собрании москвичей внимание ну и сказали мы брать не будем теперь говорят добровольное пожертвование за крещение 750 рублей за ТОТО за освещение дома 3 тысячи добровольное пожертвование на добровольное пожертвование сумма не назначается Добровольно у меня может быть 30 тысяч, а может 3 рубля есть. Это в церкви обман сегодня, вот сейчас, в данный момент. И ничего, как осветить машину, полтора процента стоимости машины. Ты знаешь, что такое машина? Это не москвич, не запорожец. Полтора процента. А машина иногда захватывает за миллион. Какие машины? А ну как в стегне один процент, да еще полпроцента. Патриарх Алексей Второй об этом говорил. Изменилась неграмма. А почему? Потому что сам питается от этого. Он сам с этого... Но для виду сказал, сказал, как у тебя вылазь, ну запрети его. Они не хотят крестить. Мне сейчас один пишет, священник, сколько не просил, ни под каким видом крестить, полное повреждение ребенка не хочет. Я боюсь, утонет. Я говорю, скажите, наверное, в России тысячелетие христианства. Крестя только в полное, старогрядцы только в полное. Сколько утопили? Это тысяча лет, ни одного. Откуда ты взял? Откуда взяли, что уже пришел человек сразу его крестить? Почему? А его машина задает. То есть весь автопарк получил приказание. Ждите, как выйдет некрещеный, давите. Давите. Каждый день инструктирует шаперов или как? Почему они должны давить-то их? А если он должен был о себе позаботиться? Первые христиане восстали великий Григорий Богослов. Крестили все в взрослом состоянии, 30 лет, 23 года. И никого не давили машины. А Константин тянул до самой смерти. Потому что считалось, что грехи, сотворенные после крещения, очень трудно мываются. Нужно звездно плакать столько, сколько купили воды было. Ну а сегодня воды-то, ладошки плакать не надо. Это все обдумано. Когда до конца докопаешься, ты понимаешь, сущий обман. Если Христос вошел в храм, несовместимость там, и Христос пришел в храм свой. Если там торговля, Христа там еще не было, он не пришел туда. Прямо отсюда выходит. Он не пришел. Он не зашел, все нормально, тихо торгует. Христос зашел, полетел и все. Мне один рассказывал, у них был какой-то там, север, как-то шпиллер, священник. Еще кто-то, москвичи, я могу фамилию назвать неправильно, но был такой. И когда с общего собрания они решили кассу эту выбросить. Не просто выбросить, а разбить. Разбить и сжечь на дворе. И священник сказал проповедь, это мы сжигаем не просто так. Это жид коварный присосался на нашу плоть. Он сказал, жид это не еврей, это не нация, это скряга. Открой словарь далее. Это скряга, это жадность, сребролюбие. Мы сжигаем это сребролюбие. А сколько надо? Десятина святая, она все покроет. А какая бабки десятина-то? И мы говорим, не машину осветить, а офисы освещают дома терпимости. Дома терпимости. Ну, чтобы культурно все бы делалось. Мне рассказывают, говорят, да тут двухэтажная. На втором этаже торгуют тем, говорят, что сказать даже произнести нельзя. Вот так. И ты должен сделать вывод. В торговле никогда не участвовать. Никогда. Нигде. Ну, вот я нашел литературу, и надо купить, а она только в храме. А больше нигде не достанешь. Ну, во-первых, это не волы, не ослы. А во-вторых, я могу познакомиться, договориться, чтобы она мне вынесла. То есть вариантов очень много другие. А нам говорят, а у вас батюшка-то приезжает, он торгует мясом, баранины. Да хоть не в храме, на улицу. На улицу. Но и торговать нельзя церковной ограде. Канон еще об этом говорит. Нельзя. Да у нас люди тут живут, это не церковная ограда. Хотя здесь есть церковь. У нас особое положение. И поэтому мы его истребили, деньги вообще не циркулируют. Ни с тарелкой не ходят. Висит добровольное пожертвование. Вот что мы находим отсюда. Ты, когда дойдешь до этого места, это радость вспомнишь. Слава Богу. Таргашей у нас нет. Благодарим Тебя, Господи. Остану нам вышли. Спасение от них. От вышли. От Отца Сына и Святого Духа. Ум должен плыть в строках священного Евангелия. Пошли. Четырнадцатый стих. И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их, молокоманивая. Исцелением больных показывает, что он хорошо сделал, выгнавши своей властью из храма недостойных. Открывается отсюда и то, что по изгнанию иудеев, привязанных к закону и закланию животных, приемлются слепые и хромые из язычников и исцеляются им. Все толковали. В храме язычники тоже были? Чего такое? В храме язычники тоже были? В иудейском храме? В иудейском храме тоже язычники были? Отдельный отдел. Отгороженные. Которые во дворе стояли. Которые уверовали тоже, да? Да. Они отдельно, в общество израильска они не входили, но им разрешалось участвовать приятие Пасхи. Это все впереди, в Ветхом Завете описано. Как Афеофор, когда он принял, там пошла, она голову-то отрубила, помните? Иудей. И он обратился, а он перешел, как бы, его отдали, срезали, он за евреев был. И сказали, мы город-то завоюем, тогда тебя казним. А его не казнили, он теперь принял иудейство, обрезался, написано, и вместе с ними участвует. То есть это хорошо описано в Ветхом Завете. Нужно настроить себя на то, что я сегодня получил письмо, письмо в интернете. Здравствуйте, дорогой, ну и дальше мы будем еще. Я давно смотрю ваш интернет там и все. Вот как вам удалось это сплотить народ вокруг себя? Вот как строго так исполняют каноны? Как это? Как это невозможно. И какую роль в этом сыграли тюрьмы ваши, что вы терпели? Я говорю, моего тут ничего и нету. Я просто вижу благодать Божию все время. А против благодати? Ну враги. Какие враги? Говорят, кто-то против. Ну то слава Божия. Я их пытался остановить, потому что они от имени церкви это говорят, верующие, мастерские отделы, дворкинцы там. Ну только и всего. Не Роснадзор, не никакого вреда, не причинения. Никакого. А посадили. Так это разве вред, это слава. Это Божия слава. Мы слышали златоуста. Нерон и Павелом сравнивают. Какую славу имел тот и другой? А теперь где? Кто, наверное, напоминает? Где он нужен? Вы знаете, как Петр Первый погиб? Никто не знает. Это антихриста на русской земле. Антихриста. Самый настоящий, грубый, безжалостный, блудливый антихриста. Шутейный собор он сделал. Шутейный. Отдельно вот человек оставил патриархом. Задом от свинины свиней ехать задом лицом к свиньи, к хвосту. Еще только не было. Блудели открыто там. Чего только не было там. Считать страшно. Это все записано где-то. И однажды он плывет и видит тонут шведы. Кажется, после победы было. Я точно не устанавливаю. Но тонут иностранцы. Тонет этот шитик корабль. И он сам участвует в спасении. От осеннего времени такой холод был. Он же богатырь был, по два метра. И он их спасает. Доброе дело. Нет больше любви, как кто душу положит. Он убивал, а теперь он спасает. И простудился, и умер. Вот теперь я решаю как. Это антихрист был. Самый настоящий. Колокола переливал. Устранил патриаршество. Это он все делал. Преследование старая брятцев. Это на его совести все было. Но умирает по-христиански за такое дело. И главное, не смог даже прошептать, кому наследство остается. Кто будет царем. Когда понял, что умирает, уже сказать еще не мог. Поэтому такая там катавасия началась. Умер-то за христианское дело. Пушкин. Пушкин. 13, кажется, дуэли у него было. Он не останавливался ни перед чем. За самое маленькое цеплялся везде. Получил свое. Но он по-христиански. Врач-вечащий был вдаль. Владимир Иванович. Друг его Владимир Василий Андреевич Жуковский. Поэт. Описывает. Все. Вызвал священника. Причастился. Сарем примирился. Описал. Тебя, твой род, я ненавижу. Твою погибель. Смерть детей. Жестокой радостью вижу. Последнего папа, кишку. Там все. Во всем попросил прощения. В моем воображении, я не имею откровения, что он спасен. Он умер по-христиански. И царь сказал, не беспокойся о себе, а я беру заботу о себе. Сарем примирение полное было. А люди все это скрыли. Ничего не было. Да, писал похаблено Гавриле Ана. Да и может быть это Иван Барков написал. Не знаю. Но умер по-христиански. И как Лерфа. Пуля в ногу палы. Ничего нет. Он мучился. Поэтому в живот, вниз живота. Вот как убивают Хасана, Япончика, Иванникова. Авторитетов евреев этих. Макина. Чтоб дольше мучился. А то вообще. Очень трудно. И врачи не могут вылечить. Ничего нет. Он раздробляет все. И разрывает. Ну это пишут все. Это вот так на филизме делали. Петр страдал. Он спасал людей. И душу положил за врагов своих фактически. Это вообще подвиг. Подвиг настоящий. Спасал не войной. А спасая из воды. Они тонули. Я согласно Евангелии говорю. И все остальное. Что он делал. Вот этот шутейший собор. И прочее. Все это прах. Нигде нет. А вот это. Жизнь завершилась этим. Я думаю, что он и причастился обязательно. Родца. Что-то священники. Дворцовый священник был. И поэтому. Никто не знает. Где кто есть. Я размышления просто даю. Пошел. Два часа уже. Так. Вопросы. У нас, когда занятия идут по интернету, тут из наших никто не участвовал, кроме Игоря Глушкова. Так, Игорь? Часа, потом полчаса. Если у меня есть. Других у меня. А то продолжается будет. Вопросы. Не будете задавать вопросы? Я вас заварю сейчас вопросы. Вот руку поднимаю. Давай. У меня вопрос. Господь сотворил у Адама смертное тело или бессмертное? У Адама? У Адама, да. Кто бессмертный? Господь у Адама сотворил смертное тело или бессмертное? А почему бы оно смертное было? Написано. Завистью дьявола смерть вошла в герб. А с дьявола бы еще трещи не было. Завистью трестил. А почему древо жизни было? То есть тело это ушало от древа жизни. И жизнь продолжалась. Он оставался бы в том же возрасте. Как в вечности. И сегодня за все остальное, что сейчас делается, это возвращение в прежнее состояние первоначальное. В Адаме все умирают. Во Христе все оживут. В Адаме согрешившим Адаме. Люди говорят иногда у каждого человека, человека душа по природе христианка. Приписывают Тартулиану, Блаженному Агустину. Вопрос, какая душа? Адамова душа, но не наша. Наша языческая. Она рождается, а двух смертных рождается смертными. Ребенок только родился и плачет. Ни один ребенок не рождался с улыбкой. Ни одна женщина не рождала безболезненно. Ни царисы, ни кто. Пробовали, пробовали. Мертвый. Потуки кончаются, ей не больно, она ничего нет. Он задыхается и убирает. В муках будет рождать. А потом, она разговаривает и сильно очень говорит. В таком возрасте. Я была мужа готова разорвать зубами, говорит. А пришла домой из больницы, опять говорит, ласкаюсь, обнимаю. И забыла все. Как будто никогда ничего не было. Ну, может, неправильно она говорит? А? Поэтому первый человек был бессмертен. Смертью, завистью дьявола, смерть прошла в мир. Зависти еще не было. Он не видел. А почему дьявол позавидовал? Потому что обители у Христа много. И считается, те, которые потеряли, они назад не вернулись. Они господствовали в воздухе. Они впали с ним. Домой они не вернулись в свои квартиры. Так выражаясь, скажем. Эти обители, считают отцы, сколько пало с неба демонов, ангелов, превратившихся в демонов. Сколько? Ну, допустим, миллиард. Вот миллиард везерующих должно быть. Ни один лишний не войдет. А если бы не так, то я сказал бы, иду приготовить обители. Они готовы. Но если бы не так, если бы, бы, то Господь новое создаст. А какая обитель? Василия Нового просили посмотреть, его обитель, какая готова. Она говорит, примерно как город Царьград. Для которого еще в падишах какой. У того 7 тысяч комнат. Зачем ему столько? Ну, видение было показано. Там другие единицы измерения. Другие птицы. Те же самые, но все другое. Все приборы показали. Вот когда поет скворец. А там мы слышим. Приятно. Но одновременно у него другая песня идет. Не слышимое ухо. Совершенно другой тональности. Мы же не понимаем ничего, что смотрим. Ты видел, какие птицы бывают? Это об этом ряда у нас желальчик. Смотрите у него. Черная полоска, щечки черные. Там беленькие, желтенькие, зелененькие. Вот какое красавище. Это все на первое перо. А в одном перо возьмешь. А краска-то откуда? Краска идет из тела, не из воздуха же. И идет белая. А потом дальше черная на одном перье. А как черная прошла через белое-то? Думаем, что объяснено. Не объяснено. То есть люди разбираются в аэронактике. Спросите. Ну, а вы знаете подъемную силу крыла? Конечно. Это первый курс. Ну, а какое крыло у шмеля? И какой он толстый шмель-то? Все исследования показали. Шмель летать не может. Слишком маленькие крылья. Он не может поднять такой. Ну, бочка целая летит-то. По его размеру-то летает. А как? Никто не может объяснить. По сегодняшний день объяснения нет. Почему человек видит не в перевернутом виде? У него хрусталик. Хрусталик переворачивает зрение. Почему он видит нормально, а не кверх ногами? В 750 тысяч колбачах там, которые отображают. Ну, телевизор это делает. Почему не опрокинутое? Никто не знает, какой другой нерв опрокидывает. Я говорю, и сегодня не знаю. И сегодня не знаю. Тайны. Вот у тебя тело как вдруг... Ты поела сегодня арбузы, с молоком запила. Это все подновляет тело, это шелушится. И вдруг здесь косточка, растет ноготь. Я детям задал задание сказать, для чего ноготь нужен? Но, вы думаете, все знаете. Ноготь для чего нужен? Я вам показал, чтобы удобнее было полку тебе щелкать. Другой. Удобнее было в шею давить. Дальше. Заноску вытаскивать двумя пальчиками. Очень удобно. Что-то нет нигде. Раз, вот. Я щелкнул, пожалуйста, нахтем. А еще для чего? Загадка. Вот я сейчас положу на стол 500 рублей. И скажу. Вот есть такие слова, как мясо, колесо, лассо. Ну, назови еще два слова на со. И 500 рублей забирай. У, я сейчас. Проходит сейчас. Где-то. Ну, колесо. Мясо. Ну, это рядом где-то. А другие слова там научные. Бери какие-то. Сонни. А их нету. Просто нету. Четыре слова всего. Их нету. И ты можешь сидеть день и ночь на эту бумажку смотреть. И состаришься, и умрешь тут. Вы знаете, которые с нашим знакомым, с твоим сыном. А они там в Новосибирске бабушку там, говорят, пощупали. Там, что-то у нее и забрали. Реквизировали. Ну, с одним парнишкой. Ну, у меня в лагере этот парень был. А, вспомнила. Ну, он начал говорить. Да это что? Да это же не миллионы. Я говорю, ты миллион знаешь? Ну, чего не знаю? А ты можешь до миллиона досчитать? Конечно. За час, за час. Я говорю, если не досчитаешь, ты должен выйти перед всем лагерем и сказать, что ты обманываешь старших, воруешь у бабушки. И что ты математику не знаешь. И врешь. А как узнать? Очень просто. Вот двое. Вы садитесь, один за тобой будет смотреть. А ты считаешь, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, сто. Спичка отложится. И вот считай теперь. Вторая спичка. А ты столько слушай, чтобы он мне не говорил. Пятьдесят, и сразу сто. А по порядку считай. Ну, до обеда ты насчитал, я не знаю, сколько это тысяч. А до миллиона где? А ты, говорю, сделаю там за два часа, или сколько. Ну, как его звать-то? Боря. Боря. Парень-то, миллион ты не досчитаешь. Вот вы идите. Вы знаете, сколько человек за 70 лет? Вот вагон идет по железной дороге-то. Пульман называется. 60 тонн. Да к нему еще 40 прибавить. Это позади себя мы тянем то, что через нас прошло. То есть математика вещь серьезная. У святых это было поменьше. 70 лет. Человек так устроен. И все это удивительно. И ты должен учиться всегда удивлять себя должен. Спаситель нас так возлюбил. Чтобы мы проданы греху были. Он сошел с неба. Нигде этого нет. Ни у мусульман, ни у буддистов, ни у кого. Мы знаем Отца Небесного и его имя Любовь. Бог есть Любовь. Этого нигде нет. Божество всегда строго настроено по отношению к Низшему. Мстит его, убивает и прочее. Не давая никакой пощады. Мы знаем Бога строго взыскивающего. Который говорит, я устал миловать. Иеремия 15.6. У нас на стенке написано здесь. Но и он, этот Бог, милый, окончательно потерявший надежду на спасение. Только приди, покайся, не вспоминуй. Грехи ваши, как в горсть песка заброшу в океан. Все это погаснет. Нужно доверяться Богу. Так, вопросы еще? Ну, Степа, какой у тебя вопрос? Вот у меня про Степу вопрос. Нерешенный вопрос. Он идет из школы. Доходит до нашей голубя. И идет медленно. Видно, что человек молится все время. И вот напротив голубя не дойдет. Сразу встанет и стоит один. На голубей посмотрел бы, нет. А мы-то рядом работаем. И стоит. Минута, вторая, пять, десять минут. Есть место. То ли это место особое молитву какое-то. Вот такое окружное. Я не знаю. Я говорил матери, ну его спросите. Спрашиваю, молчи. Но я плохого думать не могу. Значит, Степа находит место, где легко молится. Возле голубя нет. Ему напоминает о духе святом там. Я правильно понял, Степа? Вот. На колесо сказал. Он видишь, он не хочет возгордиться просто так. Вот какая загадка. Живешь и рядом, а ты живешь и не видишь это. Мы увидели. Но? Вопросы. Вопрос есть, Игорь Николаевич. В одном девушке, сейчас покажу, смотри. Вот его если так разодрать, вот смотри. Вот, я его раздираю. Вот, разодрал. Видите как? А теперь с одним и все в одном месте. На одном перышке вот это друг за другом цепляется, как репейтер. 75 тысяч застежек. На одном перышке 75 тысяч застежек. Крючков. Тысяч. Хоть верь, хоть нет. Пересчитать надо. Я сам не считал. Просто по-другому. Здоровое надо считать под микроскопом. Знаете, микроскоп, я поклонно хотел сказать. Вы видели, как муха бегает по потолку? Она может по потолку. Но она легкая. Но есть ящерица Геккон, которая бегает по потолку стеклянными. В стеклянный потолок. Ей сделали террариумы, на террариуме. Как она может бежать, когда цепляется? А у нее же вес. Никто не мог знать. Наконец рассмотрели. Оказывается, у ней там присоски есть. И она присоски так вот перекатывает, надавливает, воздух выходит, цепляется. Когда присоски рассмотрели, каждая присоска еще расширяется там на сотню. А те, говорят, еще на другие. В электронный микроскоп увидели бесчистое число. Она что попала, что тут бежит. А Бог это сотворил, когда ее не было. Какой наш Бог удивительный. Всегда удивлять себя должен. Когда этим наполнишь душу, ты будешь, ну даже за коровой ухаживаешь. Что там корова? Какой запах? Что там у нее? Трава сухая. И вдруг белое молоко. А сливки? Пальчики оближешь. Как это? И все это дивно. Сегодня, я вижу, угнали, а они с той стороны. Нашу дорогу теперь бомбардируют уже с этой стороны. И они в каждую лужу лезут. Накажите, когда гоните коров, не загоняйте. Доведите до пруда пораньше. Накойте, тогда назад. Она не может пищу переваривать без воды. И они тут лезут. Грязь, лужи, все коровы ломаются прямо к луже. Но дождя бы не было, они несут все на своем пути. Чтобы они сразу прогнали, где костер, с этой стороны. Напоили, тогда загнали. Надо пастухам это сказать. Игнатий Иванович, я почему о смертном теле задал вопрос. То, что Третья Ездра написано в третьей голове четвертого стиха. Он молится Ездра. И он говорит так. И сказал. Владыка Господи, Ты сказал от начала, когда один основал землю и повелел персти, и дал Адаму тело смертное, которое было та же создание рук Твоих. И вдохнул у него дух жизни, и он сделался живым перед Тобою. Ну вот для этого дерева жизни и было, оно постоянно вливало в новую жизнь. Тело смертное, но получает бессмертие, прикосновение и древо. Почему Янглатаус говорит, дьявол что сделал? Он взял трезубец с жабрами и ударился Адама. Дева, древо и смерть. Через Деву Еву, древо познания добра и зла и смерть Адама. Христос вырвал этот трезубец, ударил Дева, древо и смерть. Дева Богородица, древо Креста, Дева, древо и смерть. Во Христе все оживут. Дева, древо и смерть. Там одно дерево познания добра и зла не вкушает Него. Здесь древо Креста на Голгофе. Там Ева, соискусительница, здесь Богородица, через которую рождается Сын Божий. Смерть Адама, во Христе все оживут. Все напрасно придумать, что-то тут правильно сходится со всем. А если он был бы совершенно бессмертный, древо жизни не нужно было. А зачем оно нужно? А как оно древо жизни? Он вкушает Него, как бы возвращался первозданное свое состояние, и у него ничего этого не было больше. Сейчас пытается разными масками лицо омолодить, вырезает кожу, на затылке затягивает. Одного лишнее сделали, теперь с открытыми глазами спит, не закрывает, а кожи-то не хватает. А вот интересно, мужчины под старость, они выглядят по-другому, чем женщины. У них все на виду, а у него все скрывается, и здесь, если даже подбородок отпишут, что-то, у него ничего не видно. А у женщины все на виду. Видите-ка, поэтому она все нуждается. Огуречные разные маски, там все-то, мед, мед в рот. Так, мы выезжаем, в последнее занятие. Приглашаем к нам в гости, когда приезжаете. Поспособствуйте, так. Владимир Александрович, мы там на палом доме повесили ящик тоже сделать, а то в понедельник приедут, ну, утром или когда завтра сделать бы. Такой же самый. Он прямо, столб прямо идет, изолятор забили, там не сделали, а он изолятор, а прямо внизу, он уже прикрутил, Володя, все. Только там внутри это, Володя. На полдня мы отдаем Никиту варабашам завтра попасть, и на этом все. Мы уходим. Своими делами занимаемся. Милости просим в гости к нам. Побыли мы у вас хорошо. Благодарим за ласку, за внимание, за защиту. Когда на нас нападали, видели, машина идет, нам звонили, мы уже на сторожей были. Машина прошла. Мы уже едем в полицию, а наши в это время работают там далеко, и оттуда сразу звонок. А как они узнали? Дежурные звонки? Ну, в второй этаж. Я зашла, что-то смотрю. Никакого вреда нам не принесли. Суд решил не их пользу. Сказал прекратить дело ввиду отсутствия состава преступления. Суд-то закончился в отношении в общине. Ничего нет. И дальше они не стали подавать. Уже нет ничего. Нет. То есть они добиваются санкций против лагеря, которого нет. То есть они настолько необычны, они этого не встречали. То есть нужно быть профессионалом в любом деле. То есть они... Суд 27-го, а лагерь 18-го уже отсутствовал. Они били в пустое место. Его нет. Просто нет. Ликвидировано. Ничего нет. Я желаю найти судью и отблагодарить приеду. Чтобы сладили. Подарить еще нет. Там, конечно, книги. Интересно. Законодательство. Любое, что бы ты ни подарил, там булак, взятка. А книга за взятку не за нее идет. А я как раз богатый, киде. Обязательно найти и поблагодарить. Ну еще минутку. Вопрос, но не к вам, конечно. К братьям. Когда будете готовить поучения? Сказано было, как бы, ну я такое, может, я неправильно получил. Семинарист, вот две проповеди. Но если так, рассуждать, Игорь Котняков только должен. Там проповеди читали. А там читают все братья. Вот я уезжаю, и было такое не раз. Нету поучения. Почему? Ну уезжаю там по разным причинам. И занятия тоже так же. Батюшки нет, у меня нету, занятий нету. Ну такое не раз было. Когда, ну, в некотором царстве, в некотором государстве. Я Котнякова, я сегодня читал, совсем не подготовленный. Читал лучше всех, и скатился прям на низ. Чего ты так? Ты маленько на пружинце. Перед тем, как идти, возьми евангельское чтение и громко читай. Чтобы курицы с насеста падали. Сотрясай воздух, чтобы они ходили, говорит, звенело. Ну это, свечи где там есть. Громко, четко и ясно, с выражением. А не так, как панамарь. О чем, Григорий, написал? О чувством, с толком, с остановкой. Чтобы видно было, что знамя в руках. В Библии Бог доверил, знал, кому доверить. Он сказал, где-то, поручение, вот здесь, любой из вас может читать. Сестра любая. Игорь Игоревич, было время, что все читали. Женя, даже Игорь, про его занятости. И второй Игорь, но Андрей там чаще. Все читали. Почему расслабились так? Сейчас столько книг, что они полки наши ломят, буквально, эти книги. Ну все можно. Но я могу златоуста, ну, для разнообразия можно еще что-то. Просто надо искать и не лениться. Две проповеди должны быть. Златоуста просчитаны. Вам не говорят, говорить про проповеди. А просчитать, заранее приготовившись. Видите, вот две проповеди, потому что служба короче. А когда батюшка, она всегда две. Батюшка мимо слова эти не пропускал, когда ему сказали. А одна считается кем-то, а потом он выходит со златоуста. Ну еще, по порядку начнем. Тебе счет препятствует, чтобы ты посчитал из златоуста. Ничего. Нет? Еще не препятствует, но и готовься. Не чтец. Получай его. Как он, не чтец, как он будет читать? Не чтец. Я же братья с сестра возвращался. Здесь. Здесь. Читать нету. Эти проповеди читать может любой. Я бы на экране говорила. Сами сказали, что гостицы могут читать. Или как? Так, откуда взяли это? Сейчас. Здесь же. Проповедь говорит, проповедь. Проповедь говорить не может. Поучение свое говорит. А читать, и женщины читают. А как же она читает, поет тогда ей рот так запечатать надо. У нас дошли до этого некоторые. Женщина, с нами-то молчит, и поэтому... И молчи. Ты не разговаривай, выйди в коридоре. Но ты же поешь. Это твой голос. Ты поешь не свое. Ты поешь то, что написано. А кто их? И тревоги. Так что, ну, когда их бывает, мужчин-то нету здесь. Женщины берут и читают Евангелие. Так было? На богослужении. И никто никогда не запрещал. Пабло, апостолы, встречали Акила и Прескила. Интересно, то Акила, Прескила, а то Прескила и Акила иногда варьируют на первом месте. А Анатолус это объясняет, чем жена пережала мужа, и поэтому ее имя перенесает. Поэтому ничто вам не препятствует. Серьезно отнеситесь. Прочитай несколько раз. Посмотри, там по-славянски написано. По-славянски. Места описания, которые есть, выписать на русском языке. И пометь. Первое, второе, третье. У себя так и делай. Считаешь, раз посмотрел, там по-славянски написано. У нас так братья делают. Ну и молодые подрастают. Их приучайте. Ну что молчить? А то Степа возьмет, он все время что-то с книжкой там стоит. Перехватите листативу. Вот вам Степан покажет. Он не первый будет, которого побивает камнями, а вас начнет бить камнями. По левности, чтобы не занимаетесь. Можно еще вопрос по кассету деревенский, по коровам? Нам выходит, что полмесяца, по полдня первых попасти, так как-то. Нет? Нет, не желаете? Еще держать просто и в законе они не устоят, я думаю, будут ловиться. выполняйте. Пока еще не холодно. Никак нельзя? Нет? Никого нет. Все? У тебя, Катя, здесь? Теряешь? Учеников отправляют тоже в школу пропускать. Может, Никиту все-таки оставите? Никак. Я его к себе возьму, Никиту. Об этом речи не было. Вот такое предложение. Пока бы пожилю. Чтобы дало попасть. Я бы попосла, но у меня надежда, знаешь, Лена, я вот выгоню. Нага у меня рада. Большая помощь от Никиты. Хоть он... Ну и у вас просят такое. Я бы пока слабый, честно сказать. Потом его приезжает. Вы зимой нам ходите? Никите, поддерживайте его. Хотя полторашку молока приведите ему. Подарите. Пока сильных холодов не будет, хотя бы. Не говорите с Никитой, а я не против оставить. Никит, останешься? Останусь. Останешься? Что? Останусь, говорю. Останется. Ну, выручите, да? Мы еще договорились. Все мы запечатываем. Не заходишь ни на скворечник, нигде. За лагерь наблюдаешь. Все остальное здесь. Наказы. Все перетащишь к тебе. Мы не знали, кого его оставить. Он еще, Надежда Васильевна, останут. Я его одного не оставлю нигде. Ну, тогда все. Завтрашнего дня он пасет, по полдня. Да. Завтрашнего дня пасет он? Пасет он. Эту неделю он не будет пасти, пока мы здесь. Мы равно не работаем. А, эту неделю? А ставьте. Ну, завтра один день. Он один день не будет. Завтра он один день пасет, а потом... Вот потом еще еще не сделано. Мы все работаем, он пасет. Тогда можно на этой неделе кто-нибудь? Один день, когда он только работал здесь, внутри дома-то. Ну, потом пусть он после обеда работает. Он что, не может после обеда? У нас-то после обеда дети, до обеда надо. Ну, до обеда. После обеда пусть он работает. Как может, часов до 12 даже хотим. Вот эту неделю, вот завтра пасет, заборобошей и все. Ну, а в автурник наша очередь. А в автурник уезжают все. Как паститься? Ну, на работу не идти. У вас еще ехал в автурник? Ну, мы все жили в автурник. Ну, ладно, в автурник еще отпасет. Ну, в среду уже не трогайте. Там 3 дня хотя бы он помыл. Ну, в среду, среда, чуть-чуть, чуть-чуть. Ну, в среда, в субботу, рано утром уезжают. Он остается, и тогда, пожалуйста, в понедельник он будет. Да там неизвестно, как погода тоже будет. Может, и не надо. А кто на среду претендовал? На среду, на среду. В среду и Сина в очередь. Ну, у Сина он пропасут, там есть кому. А потом, а потом, на среду пропасут. Четверка, пятницу. Ну, четверка, тогда обеду, договорились. А пятница на двух? И пятница. Пятница уже никак не затронут. У нас огород не выкопано. Ни морковка, ничего. У нас все в огороде. Ну, понимаете, что мы минуты не сидим, у нас нет перехода. А здесь кто сидит-то? Все колотимся. Кто говорит, здесь сидит-то? Ну, говорит, минуты не сидите. Четверка, запасная. Ну, понятно, чтобы вы не подумали. Кто-то на глазах у вас. Я бы так вообще глаза бы завязала и побежала. Ну, ну, в общем так. С два дня вам спасет. Подальше уже никак нельзя. Ну, два дня, и четверг. И все. Три. Четверг. Понедельник в турне или четверг с утра? Ну, да. А потом с понедельника с излитой все. Все, с понедельника потом ходь. С целыми днями. Ну, по-другому, что вы придете все вещи, все к тебе, там лагер запечатывается и смотрите за этим. Согласен? Никита, запиши себе. Конечно. Никита, согласен. Нет. Нет. В дух. Там просто от одного еду. У нас меня там выходит. Песня. 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 Бога нашего, честнейшую Херуби, и славнейшую безравнение Серафим, безвестненья Бога Слово Родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Отец наш Небесный, благодарим Тебя во имя Сына Твоего Единородного, Иисуса Христа, за это дивное, тихое, мирное время, за эту возможность, чтобы собираться и слушать Слово Твое Святое, за толкование святых отцов, слава Тебе. Посети, Господи, путешествующего Протерея Иоакима в этот час. Добрый ангел-хранитель, да сопутствует ему. Посети, Господи, милующих, питающих нас, подающих нам милостыню, болящих, скорбящих, гонимых за веру, томящихся в узах, и всех православных христиан, посети милостью Твоей. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, мы уезжаем, поэтому опять, если кто пожелает что-то на дорогу нам дать, мы не откажемся. А молочное или что-то? А не золь, а не золь? Нет, 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 точно. Спасибо.